Привет всем зрителям! И сегодня в этом видео я хочу напомнить про одну замечательную функцию, которая есть на наших смартфонах, которая поможет решить определенные проблемы. Мне задавали комментарии, я отвечаю в этом видео. Итак, заходим в системное приложение безопасность, ускорение, вот шестеренку справа сверху. И тут есть классный пункт под названием очищать память. То есть каждые либо 30 минут, либо 10 минут, как вы уже выберете, либо 5 минут будет очищаться оперативная память. Все фоновые процессы, которые вы запустили, либо сама система запускает Android, они будут очищаться, выгружаться, и тем самым будет больше оперативной памяти. Допустим, вот у вас стоит 30 минут. Но вот иногда есть такие случаи, что нужно так сделать, чтобы те или иные приложения работали и дальше работали в фоновом процессе. Например, такое приложение, как Black Screen. Вот связанное как раз таки к этому приложению, был задан в комментарии. Вот, допустим, человек включил это приложение, появился замочек, он его там справа сверху прикрепил и так далее. Смотрит YouTube, смотрит какие-то новости, и спустя 30 минут это приложение выгружается, экран загорается, и, собственно, приложение не работает. А новостная лента, ну, допустим, в YouTube смотрит музыку, слушает музыку, точнее сказать, смотрит какие-то новости, и это все в фоне. Телефон там лежит рядом на подушке, на животе, там, я не знаю, на кровати, на кресле, на столе и так далее. Человек просто слушает новости. Зачем лишний раз расходовать батарею включенным экраном, если туда мы не смотрим. Нам нужен просто звук. Соответственно, приложение работает, и спустя 30 минут, эта программа, вот, очищать память, что я вам сейчас вначале показал, спустя 30 минут она очищает это приложение, оно закрывается. Как сделать так, чтобы оно работало дальше? Кстати, это приложение вы можете скачать по ссылке в описании. Очень классное приложение, которое экономит заряд батареи. Итак, вот, смотрите, оно, приложение работает. Вы поднимаете, вот, таким образом, пункты, там, где запущены все программы. Вот, тут могут быть разные программы. Допустим, вот приложение наше, Black Screen, оно работает в фоне. Задерживая на нем палец, появляется вот такой замочек. На него нажимаем, и тем самым, чтобы вы не делали, оно не очистится из оперативной памяти, абсолютно. Еще раз подниму, все остальное очистилось, кроме этого приложения, на которое мы наложили замок. Вот, маленький замочек. Если оно вам не нужно, замочек снимаем. Оп, нужно, замочек одеваем. Все, и оно будет постоянно работать в фоне. К тому же, заходим еще раз. О приложении, на само приложение. Трафик. И отключить фоновое подключение. То есть, это будет более экономно расходовать заряд батареи. Что весьма неплохо, что вам сказать. Все. Вот, смотрите. Абсолютно все будет выгружаться. Все приложения в фоне. Там определенные приложения, андроидовские. Они будут выгружаться, очищаться. Кроме этого приложения, на которое мы повесили замок. Вот такая классная, полезная фишка. Согласитесь, что весьма неплохо. Вот. Теперь я замок убрал. Приложение выгрузилось. Таким образом, приложение будет всегда работать, когда вы на него наденете замочек. Друзья, вот такое получилось видео. Я надеюсь, что вам понравилось. Было полезным. Всем спасибо за внимание. Хорошего настроения. До дня, утра, вечера. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok